Добрый вечер. Обрести свое место в истории можно по-разному. Можно, например, войти столь неприглядным поступком, как убийство Пушкина на дуэли. Да, место в истории будет. Можно сделать что-нибудь великое, например, написать «Войну и мир». Место в истории будет даже среди тех людей, которые никогда не читали «Войну и мир» и, в принципе, не знают, кто такой Лев Толстой. Вот это словосочетание «Война и мир» в истории существует настолько автономно, что, в принципе, место в истории у него уже есть. А еще можно, например, таким странным способом, как хватка взяться за дело и доиграться до референдума. В истории нашей страны референдумы вообще-то по пальцам пересчитать. Общероссийский, он же всесоюзный, один, ну, несколько региональных в истории Москвы, какого бы то ни было чисто московского референдума, не было ни одного. Это очень любопытный заход в историю не столько города, сколько целой страны. Причем платными парковками Максим Лексутов допек москвичей совсем всерьез. После того, как он запретил владельцам пикапов ездить по центральному округу, в том случае, если грузоподъемность этой машины свыше одной тонны, он подумал, что, видимо, ему все сойдет с рук. При том, что вот это деяние, оно не нашло никаких квалифицирующих последствий в Уголовном кодексе, хотя именно по этому поводу существует статья 136. В Уголовном кодексе нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от места жительства, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Вариантов очень много. Здесь есть и штрафы, и исправительные работы. По максимуму по этой статье полагается пять лет лишения свободы. И поскольку вот именно это сошло с рук, то следующим этапом, пока прокуратура спит, появилась идея платных парковок, которая не имеет никакого отношения абсолютно к доведению порядка на улицах, не имеет ни малейшего отношения к тем целям, которые провозглашаются. Платная парковка — это просто оброк на чистом месте. Об этом чуть позже. И возникла такая вот эйфория безнаказанности, показалось, что а теперь все можно. И было ощущение, что да, смолчали, что москали клятые, это ребята такие вялые в коленках, хвостики прижали, ушки опустили, поэтому никаких последствий не будет. Оказалось, что граждане пошли совершенно другим путем и сосредоточились на двух неожиданных направлениях. Во-первых, на референдуме, во-вторых, на личности. С референдумом все не ясно. Сегодня Московская городская дума подтвердила, что референдуму быть и теперь запущен механизм реализации этого процесса. При том, что Московская дума, она вежливо, как и полагается, ей наложила в штаны и сформулировала четыре чрезвычайно подлых вопроса на референдуме. Они подлые в том числе потому, что ни один из них не ставит под сомнение в принципе легитимность каких бы то ни было платных парковок в городе. То есть все начато с такой ноты, как будто это понятно, и само собой разумеется, всегда так и было. Нужно просто определить границы этого безобразия. Вот совершается конкретное преступление, и учитывая всю финансовую подоплеку и моральную неприглядность данного проекта, городская дума могла бы в принципе озаботиться вопросом, а с какой стати здесь вводится оброк. При том, что еще 13 мая 2011 года мэр Собянин был категорически против платы за асфальт. Если помните, тогда возник конфликт с префектом центрального округа Сергеем Байдаковым. Байдаков ляпнул, что да, у нас тут планируется плата за асфальт, будем брать рублей по 500 за час. И тогда, во-первых, прокуратура довольно быстро сказала, что это недопустимо, что в Москве нельзя брать деньги за асфальт. Прокуратура очень быстро замолчала. А Собянин тогда громко натопал ногами на Байдакова и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Причем он сказал, что дословно, коль уж он выступал с такой инициативой, я предлагаю данный эксперимент провести на нем самом. Пусть его служебная машина в течение месяца платит по 500 рублей в час, и чтобы упростить расчеты, вычтем из его зарплаты 100 тысяч рублей. Он это сказал мэр города, членом столичного правительства. Причем он предложил тогда, какие бы то ни было инициативы, пожалуйста, оглашайте, давайте посмотрим, как нам реорганизовать жизнь в нашем городе. При этом при возникновении подобных пугающих идей он просил предварительно уведомлять его об этом, а не пугать жителей города. То есть 13 мая 2011 года и Собянину было понятно, что это преступно, недопустимо, невозможно и в принципе нелегитимно. Потом ситуация очень резко изменилась, и на сегодня Московская городская дума уже не обсуждает сам факт недопустимости подобных действий, она обсуждает нюансы. Причем четвертый вопрос, все четыре подлые, но четвертый самый подлый. В нем есть какая-то очень странная идея по поводу местного самоуправления. Местного самоуправления у нас нет. А не передать ли ему полномочия по выдаче льгот, разрешении и регулированию данного вопроса? Это на самом деле означает, что местным муниципалитетам, в том числе и вплоть до ЖЭКов, будет разрешено провозглашать плату на асфальт. Речь идет о том, что давайте-ка мы в любом случае выплеснемся вот этим четвертым пунктом за пределы обсуждаемого Садового кольца. От Москвы до самых до окраин. А может быть мы не только в Бирюлево, но и, например, в Бутово еще введем плату за асфальт. Это как раз та самая давняя идея, когда практически те же самые люди в этом же самом составе, но еще под руководством товарища Лужкова в 2005 году уже обсуждали всерьез вопрос платы за асфальт во дворе каждого конкретного московского дома. Тогда им по рукам надавали. Сейчас эта идея возникла еще раз. И поэтому вот он, пожалуйста, референдум. Его правовую подоплеку опять никто не обсуждает. Допустимость взимания денег за воздух и асфальт в данном случае не обсуждается. И понятно, что теперь нужно добыть 146 процентов, то есть объяснить бабушкам. Бабушке. Но ведь пока в центре не введут плату в 80 рублей в пределах бульварного кольца, к вам же в Бирюлево ни одна скорая помощь не проедет. Ведь надо же мироедов и буржуев, которые ездят не только на рваных Жигулях, но и на драных Мерседесах, обуздать. Иначе бабушки, никакой МЧС, никакая пожарная служба, никто вас не спасет. Бабушки с большим удовольствием, особенно в обмен на тушенку и иллюзию каких бы то ни было льгот, проголосуют и 146 процентов подтвердят. Тем самым легитимизировав вот этот самый процесс, по поводу которого прокуратура чрезвычайно подозрительно и быстро замолчала. Но пробив подобным образом референдум, что тоже довольно удивительно, поскольку очень не характерно для нашей власти, но шума получилось много. Разрешить референдум Московской Думе это серьезный ход. Это говорят о том, какие политические противоречия там на самом верху, на Олимпе. Но второй ход москвичей, обозленных на Лексутова, он еще более интересен, поскольку они полезли копаться в ее биографии и выяснили неприглядные страницы истории, связанные с высшим образованием. И в результате непонятно, дипломчик-то у него есть или нет. А также возник вопрос, откуда у него в принципе российское гражданство. Обретение российского гражданства это очень серьезный процесс, который требует в том числе решения суда. А поскольку ничего подобного не слышно было в отношении товарища Лексутова, то есть достаточное основание полагать, что на тот момент, когда он получил государственную должность в департаменте, он был гражданином страны НАТО с допуском к государственным тайнам другого государства. И даже ФСБ по этому поводу ничего не сказал. Но это нужно было очень серьезно разозлить людей, чтобы они полезли копаться и даже нашли документы и подлинники, посвященные неприглядной биографии Лексутова. Перерыв на новости. На излете правления города Москва товарищем Лужковым у нас начальником департамента транспорта был Василий Кечеджи. Это человек, в свое время очень хорошо поработавший на одном дальнем уральском заводе в ранге большого-большого начальника, потом он был совершенно случайно медийным магнатом, потом судьба его бросила на московский транспорт, сейчас он пребывает в полнейшем благоденствии в другой шикарной должности. Так вот, Кечеджи, он оказался человеком, который далек от проблем, он в принципе не понимал, что такое транспорт и какие проблемы здесь есть. И это ему принадлежит знаменитая фраза о том, что в принципе большому городу пробки свойственны. То есть его позиция была в том, что это нормально. И когда тот же самый умница Блинкин пытался с ним о чем-то говорить на хотя бы каком-то примитивном языке песочницы, то он сказал, что, к сожалению, нет никаких точек соприкосновения, потому что этот человек в принципе не понимает языка, на котором общаются с ним профессионалы. Так и то Василий Кечеджи, при всем при том, что он был, мягко говоря, неумен и должности не соответствовал, он не оставил никакого впечатления у москвичей. Но есть какая-то такая проходная фигура, которая, естественно, внесла свою негативную лепту, но это ни к чему не привело. Ушел и спасибо. Максим Лексутов, он разозлил людей очень серьезно, потому что для того, чтобы идти по следу, устраивать официальные запросы в различные государственные инстанции, требовать документы и потом добывать информацию о нюансах биографии человека, это говорит о том, что все-таки допеченок достал. Молодец, не каждый работник департамента в состоянии найти в людях такое отношение к себе и подобным образом войти в историю города. Так вот, у Максима Лексутова что-то очень невнятное с документами о высшем образовании, что тоже все-таки интересно, потому что раньше сообщалось, ну, по крайней мере, вот сейчас, если посмотреть, значит, на официальном сайте правительства Москвы, открывайте его, смотрите, там написано, что Лексутов в седьмом году окончил Академию имени Плеханова. Прежде там было написано, что Плешку он закончил в девяносто шестом, а в Википедии есть упоминание, и эта страница тоже доступна, можно посмотреть, о том, что в девяносто девятом Лексутов закончил Калининградский технический университет. При этом в 2005 году он все-таки поступил в Плешку и предоставил заверенную копию диплома об окончании Московского государственного социального университета. Поэтому понять, где, чему и как он учился, тем более это ведь в тот момент было совмещено с добыванием хлеба насущного и в своей строчке в списке Forbes. То есть человек был чрезвычайно занят. По другим источникам у него еще и какая-то военная академия за плечами, то есть человек блестяще образован многократно, и судя по всему дипломов у него штуки 4 или 5, и все о высшем образовании, при том, что вот в Плешку он, видимо, как поступил в девяносто шестом году, так вот в 2007 году ее и закончил в промежутке, успев отмениться еще в массе других учебных заведений. Хотя ни одного подлинника диплома никто почему-то так и не видел. И вот эти документы в том числе фигурировали в МС для получения гражданства. А с гражданством тоже не менее интересно, потому что вот просто так прийти и получить паспорт гражданина Российской Федерации невозможно. Есть два варианта. Либо по судебному решению на том основании, что до 6 февраля 92 года Максим Лексутов жил в нашей стране, и это должно найти документальное подтверждение, на основании чего суд может ему милостиво разрешить считаться гражданином нашей страны, либо по упрощенке так называемой. Тогда процедура не менее интересная. 5 лет живешь в России, потом собираешь документы, в том числе справки о том, что у тебя СПИДа нет, бьешь челом. Если все хорошо, за полгода твои документы рассматривают, еще на 3 года дают тебе вид на жительство, после чего опять собираешь справки об отсутствии СПИДа, и после этого, может быть, становится гражданином еще полгода. То есть, итого получается 8-9 лет. И для того, чтобы вступить в должность 6 декабря 2011 года и стать официальным чиновником в правительстве Москвы, нужно было за 9 лет до того уже начинать какие-то телодвижения по получению российского гражданства. А от эстонского гражданства он отказался в феврале 2012 года. По крайней мере, заявление на отказ гражданства Эстонии было удовлетворено правительством Эстонской Республики в феврале 2012 года. То есть, до февраля 2012 года он был гражданином Эстонии, а 6 декабря 2011 года распоряжениями мэра, то есть, будучи еще эстонцем, он назначен на должность руководителя Департамента транспорта и развития. Это блистательная история, поэтому не очень понятно, на каком основании у этого человека паспорт гражданина Российской Федерации. И тоже требуется некая правовая оценка. По крайней мере, было бы интересно узнать точку зрения официальных органов по данному поводу. А также в встроенную к элеваторную колонну вопросов к товарищу Лексутову и Департаменту транспорта выстраиваются, например, такие неприглядные эпизоды, как отсутствие в паркоматах контрольно-кассовых машин. Те люди, которые пользовались уже паркоматами, обратили внимание, что им вместо фискального чека выдают филькину грамоту. Вот та бумажка, которая выдается паркоматом, она не содержит признаков фискального документа, и проверка налоговой не смогла установить расчетный счет, куда поступают деньги. То есть, та бумажка, которую мы с вами получаем, она уведомляет нас о том, что мы от этих денег избавились. Кто получил их, на каком основании, в связи с чем, какая услуга была оказана, либо это не услуга, а оброк, либо это налог, то есть правовая подоплека подобного взимания денег, она тоже нигде не указана. И здесь очень попахивает 159-я статья Уголовного кодекса, это мошенничество. А также, как вы помните, Лексутов отказался отвечать на вопрос, каким образом учредители компаний «Городские мобильные системы» оказались зарегистрированы на Кипре. Причем журналисты одного из серьезных изданий подсчитали, что вот те самые первые два дня, когда только-только ввели 50-рублевый тариф в пределах бульварного кольца, они принесли по официальным заявлениям 12 миллионов рублей. Это был блистательный финансовый прорыв в истории нашего города. Потом по другим официальным же источникам удалось установить, что в кассу города, в бюджет города поступило 2 миллиона. Внимание, а где еще 10? А не на Кипре ли? На будущий год наша платная система оброка за асфальт должна принести, это заложено в финансовые показатели Москвы, 4 миллиарда. Если из 12 миллионов 2 в кассу, а 10 на кипрский офшор, и в бюджет уже заявлено 4 миллиарда в кассу, то сколько в кипрский офшор? Тоже интересный вопрос, и было бы не менее любопытно узнать, что по этому поводу, думаю, правоохранительные органы. А судя по тому, что вдруг информационный поток по персонали товарища Лексутова стал обширным, заметным и замелькал не только в интернете, все-таки не все в восторге даже на самом верху от того, как резво талантливый реформатор взялся за переобустройство столичного асфальта. Мне лично интересно, возбуждено ли уголовное дело против Лексутова или нет, но уже можно констатировать, что в историю некоторые входят, а некоторые вляпываются. Наш лось бежал-бежал и прибежал, все, 9 баллов, город стоит. Mail.ru 10 баллов, движения нет. Вполне нормальная ситуация, при том, что вот нынешние 9 баллов у лося по картинке соответствуют 7 баллам неделю тому назад в этот же день, то есть в среду. Ну, алгоритм у них, да, безупречный, я даже не сомневаюсь. 65, 10, 9, 9, 6. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. До новостей совсем немного времени осталось, поэтому хотел бы сразу спросить. Купил же мне мини-купера с Ди Кантримен? Скажи что-нибудь про него. Особенно вот не могу понять даже, что за дизель у него там стоит. Это потрясающая игрушка, самый лучший новогодний подарок, который может быть. И у этого автомобиля, у него все призвано ублажать эстетику и вызывать восторг, кроме ходовых качеств. По сути своей, это безделушка с непонятным ресурсом, хотя дизель это правильно, новости. В тему разговора входит Илья с замечанием вот какого содержания. Вам не кажется, что у Собянина просто деньги закончились? Три года с упорством маньяка Коголымец распродавал московскую собственность, с которой худо-бедно прибыль капала в городской бюджет. А когда все продалось, автофрамы, гостиницы с аэропортами, вдруг выяснилось, что денег для пенсионеров и бюджетников негде брать, вот и полезли во все карманы, в том числе установили плату за парковку. Тем более, что дорожным, строительным, правильным, естественно, уже обещано в 2014 году больше одного триллиона рублей. Илья, вы, в принципе, абсолютно правильно находите подоплеку. Она действительно материальная, но мне видится несколько другая ситуация. Дело в том, что для того, чтобы получать деньги в бюджет, соответственно, кто-то должен платить налоги. Для того, чтобы платились какие-то налоги, нужно, чтобы хотя бы что-то производилось. Ведь вот это, например, очень глупая ситуация о том, как мы сейчас возродим ЗИЛ, и у нас будет в Москве производство, и мы начнем создавать грузовики в центре города. И это очень важно, чтобы на всю страну у нас были какие-то там грузовики из Москвы. Хотя это абсолютно никому не нужна глупая затея. Но так или иначе, это отражает ситуацию. Вот если есть производство, если есть какая-то нормальная юридическая составляющая в конторе, пусть даже на бумажки перекладывают, конечно, лучше, чтобы завод, он зримый, но и просто контора подойдет, и все они должны платить налоги. Для того, чтобы они платили налоги, нужно, чтобы, во-первых, они были, во-вторых, работали, в-третьих, нужно суметь поймать за руку. Это серьезно. Особенно, если это какое-то производство. Сегодня запустил, через 20 лет получил. А если гоп-стоп? Вот если выходишь с ножом в подворотню и говоришь, ну-ка быстро, кошелек. Соответственно, завод строить не надо, рабочих нанимать не надо. Никакой социалкой выплачивать не надо. Ничего не надо. Или там, условно говоря, как-то содержать каких бы то ни было других людей, содержать инфраструктуру, что-то строить, обыгревать, отапливать, ремонтировать, лечить, охранять. Тоже ничего не надо. Нож достал и сказал, ну-ка, деньги быстро. И водители в целом по стране остаются главной кормящей структурой. У нас, в принципе, понятно, что налоги платить не будет никто. Ну, не хотят они. По данным Ольги Голодец, 40% трудоспособного населения не обременяет себя платежой налогов. По данным Юлии Латыниной, 105 миллионов человек не платят налоги. Это говорит о том, что их не платит никто. Деньги откуда взять? Ниоткуда. Значит, берем с другого конца, с собственности. У нас есть две категории собственников. Собственники жилья и собственники автомобилей. Попробовали на собственниках автомобилей. Ведь видеокамеры фиксации, которые вывели нас из-под действия Конституции, лишили презумпции невиновности. Они ведь не случайно появились. А именно потому, что если любого человека, который едет на Мерседесе, аккуратно загнать в угол и сказать, ты сколько налогов-то заплатил? И скажет, я же безработный. А если тебе на машину приходит штраф? 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч. Уже даже не важно, безработный ты работный. Платишь ты налоги, не плачешь. Ты пользуешься. Ты пользуешься товаром, ты пользуешься имуществом. Поэтому водители специально выведены в обособленную категорию людей, на которых Конституция не распространяется. И для них же плата за асфальт. И для них же вот эти вот пробы по 136 статье Уголовного кодекса, когда этим можно, а тем нельзя. Вот на пикапе в центр Москвы запрещено, потому что штраф тоже будет. Пожалуйста, проверили, посмотрели, выяснилось, что водители платят. И неправильная парковка, и паркоматы, которые почему-то имеют отношение к кипрским офшорам. Все, проглотили, да, нормально, а денежки пошли. Замечательно. За что? Не за что. Какой нужно создать завод, который принесет тебе в день, или там в два дня, 12 миллионов рублей? Никакого завода ты вот прямо сейчас не изобретешь в центре города. А асфальт расчертил, 12 миллионов пришло, из них 2 в кассу, 10 в офшор, и вот она, вот там золотая жила. Поэтому вся Москва чертится на квадратике, все становятся должны этому городу и любому другому городу, потому что теперь уже платные парковки отданы другим доверенным людям. Краснодарскому губернатору разрешено, и Санкт-Петербургскому мэру тоже разрешено иметь платные парковки. И, соответственно, деньги в бюджет пойдут уже не от того, есть у нас промышленность или нет ее, а от того, есть у нас машина или нет. Дальше идут собственники жилья. И давно еще, в кризис 2008 года, было уже ясно, что чем больше людей становится в нашей стране к станку, тем больше ущерб государству они наносят. То есть идеальная схема, когда у нас нет ни одного завода, ни одного производства, никто никуда не ходит, все являются людьми так или иначе в пищевой цепочке, выстроенные зато друг другу на получение разной доли, косвенной или прямой, вот продажи сырья. И тогда мы с вами взимаем уже по количеству потраченного, приобретенного, то есть по имущественному признаку. Ты едешь на машине, ты платишь за то, что у тебя есть машина, у тебя есть дача, ты платишь за то, что у тебя есть дача, у тебя есть квартира, ты платишь за то, что у тебя есть квартира и так далее. То есть вот эта ситуация, она сейчас и выстраивается, при том, что официально было провозглашено 40% поступлений в бюджет у нас пойдет из экономики 60% от населения. Но экономики, поскольку нет и не получается в этой связи 40%, значит 80-90, а дальше может быть 100% это население. Собственники жилья, они, кстати, расплатятся еще более серьезно, потому что готовится проект закона, первое чтение уже было, в том числе о выселении за долги. Конституция нам гарантирует крышу над головой, но экономическая целесообразность диктует выкидывать на улицу, либо угрожать выкидыванием людей на улицу, иначе гад плати, потому что у нас денег нет. У нас денег нет на офшоры, у нас денег нет на армию, на олимпиаду, на спартакиаду, на саммит, у нас нет денег на то, чтобы построить кольцо вокруг Москвы, у нас нет на реконструкцию железной дороги, у нас на все на это, на скоростные поезда денег нет, а нам очень хочется. Поэтому вы должны нам заплатить. Вот, Илья, такая мне видится картина. Вячеслав. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте, Вячеслав. Хочу вас поблагодарить за вашу передачу, очень нравится, давно слушаю. Хорошая передача, такая веселая, жизнеутверждающая, после нее хочется мороженого и домой спать. Да, вот хотелось бы как раз обсудить тему платных парковок, нашего развитого общественного транспорта и всего подобного. Давайте сделаем открытие по этому поводу. Да, вот, конечно, платные парковки это сумасшествие, конечно, и чушь полнейшая. Вот, пробки они нам, конечно же, все разогнали. Вот, и приходится сейчас между как раз этих же самых парковок по десятибальным пробкам толкаться. Да, да, да. Вы, кстати, едете по девятидесятибальным пробкам или стоите? Я, ну, как вам сказать, честно. Никак, вы уже сказали. Ну, с точки зрения господина Собянина Ильич Сутова я просто лечу. Ну, с точки зрения себя я, ну, со скоростью Черепахи продвигаюсь медленно к цели. Да. Да, вот, конечно, так плачевно, но самое плачевное то, что альтернативы, как сказать, нету. Какой? Ну, например, того же самого общественного транспорта, которого, вот, я добираюсь, если на работу или по делам, то есть не на личном автомобиле, а на общественном транспортом. Во-первых, его невозможно дождаться, он чаще всего просто ужасный, в ужасном состоянии, ну, бывает, конечно, вполне себе ничего. Вячеслав, Вячеслав, скажите, а вот в зоне платной парковки в центре Москвы вы общественный транспорт наблюдаете? Вот там нам вроде как не полагается, не позволяется появляться, и мы должны вроде ехать на автобусе. Вы там хоть раз автобус видели? Ну, вы знаете, как-то случайно, один-то раз, может быть, и видел. Замечательно. Я бы даже сфотографировался на его фоне. Вот, еще бы хотелось, конечно, добавить, что в некоторых местах, вот, мои друзья, допустим, жалуются, товарищи, есть друзья, допустим, ну, военнослужащие, они вот, Гоголевский бульвар сделали платную парковку, людям приходится вместо того, чтобы доехать на работу на машине пораньше, как раньше все вставали, и как-то нормально по нему ехалось, и жалуются на то, что сейчас парковка платная, приходится добираться, опять же, общественным транспортом, чаще всего из-за пределов лицевой дороги. И это, конечно, тяжелее намного им стало. Вячеслав, это приблизило ваших друзей-военнослужащих к жизни в Европе. Они могут почувствовать себя майорами Бундесвера и гордиться этим. В Германии то же самое. Ну, наверное. Так кажется, по крайней мере, Лексутова. И вот по общественному транспорту, вот мне, например, чтобы со своей семьей, моей жене, добраться до работы, надо порядка 300 рублей в день. Нам на двоих. А вы же москаль клятый, у вас же есть, вы же икру ложками едите с детства. А вот самое парадоксальное в том, что жена работает в соседнем районе, и мне намного удобнее немного пораньше выехать, завести ее на своем автомобиле. В комфортном, в тепле и без каких-то там видимых таких проблем. Это неправильно, потому что вы примкнули к тем 58% горожан, которые едут в соседний район. И именно чтобы вы не ездили, вам строят вылетные магистрали, разрубающие на разные бетонные анклавы Москву, чтобы вы не смогли пересечь. А вот как раз мне и надо такую вылетную магистраль пересечь, и пересекаю я ее, скажем так, в два раза дольше, чем я еду даже не до работы своей супруги, а до своей работы, скажем так. Перед тем, как построить вылетную магистраль, было как раз вычислено, что основной трафик в Москве – это в соседний район. Именно поэтому начали строить вылетные магистрали. Наверное, и логики я не знаю. А логика очень простая. Люди, которые занимаются подобными проектами, они в Москве не так давно, и они не очень горожане, они в основном селяне. Потому что, что мэр, что, например, Петр Бирюков, который занимается благоустройством, что Максим Лексутов – это люди, которые родились в очень маленьких населенных пунктах. И хотим мы того или нет, но как личность они формировались немножко на других примерах. Поэтому горожане для них, ну, мягко говоря, чужды и непонятны. Ну, вот в силу этой непонятности они и строят свой мир, как они его понимают. Перерыв на новости. Вот еще одно письмо, как раз в кону разговора от Ирины. Сергей, мой прогноз. Нам просто повесят знаки, запрещающие парковку во всех пригодных для нее местах. Как в центре, так и на периферии города. Как это делается сейчас. И загонят на платные парковки, либо заставят отказаться от поездок. Как со знаками будем бороться? Да, Ирина, вы правы, потому что вот если посмотреть на происходящее в Большом Николу Песковском, там везде, где можно поставить машину, уже поставили запреты, установили их. И скоро будут взимать деньги за то, что в тех местах, где всегда ставили машины, при том, что Николай Песковский это тупиковый, он выходит на Арбат, по которому движение запрещено, поэтому там абсолютно ни с какого боку ни одна припаркованная машина не мешает. Он достаточно широкий, там и справа, и слева машины стоят. Вот для того, чтобы они не стояли, уже нанесена желтая разметка, поэтому нельзя. Скоро будут поставлены знаки, будет запрет, который необъясним абсолютно ничем, кроме одного. Желание сделать жизнь автомобилиста настолько невыносимой, чтобы он отказался от машины, либо, поскольку москали, особенно с точки зрения деревенских, они ведь чрезвычайно богатые люди, поэтому они должны просто много платить за привилегию и роскошь обладания автомобилем. Машина это роскошь, вот теперь уже окончательная, у нее есть финансовый эквивалент. Именно поэтому ведь у нас вводится налог на бедных. Это будет экологический класс, когда машина, несоответствующая нынешним экологическим притязаниям нашей страны, будет облагаться большим налогом. Условно говоря, Жигуль, Копейка, Трешка, Шестерка, у которых Евро 0, владельцы этих машин будут платить больше, чем владелец Ауди А8, у которого Евро 6. Есть такая вот социальная справедливость, потому что, да потому что бедным делать в этом городе нечего. Если ты живешь в Москве, и тем более в центре, значит ты настолько богат, что мы из тебя получим любое количество денег. И ведь не зря сейчас, когда идет разговор о том, что очень много народа заклеивает себе номера, там буковку, циферку, и на них будут натравливать эвакуаторщиков, что в принципе запрещено по закону. Чаще всего идут на уклонение от уплаты владельцы богатых машин. И здесь предпринимается попытка создания вот такого социального антагонизма. Что ж ты жлоб, купил себе майбах, и те что, троечка жалко что ли? Да, вот те люди, которые заработали или украли себе майбах, они особенно хорошо разбираются в деньгах, в доходах, в финансовых потоках. И особенно те, которые украли себе майбах, они очень не любят гоп-стопа. Они за гоп-стоп обычно сдачи дают. И именно поэтому, чем дороже машина, тем чаще у нее заклеен либо в принципе спрятан номер. Потому что они прекрасно понимают, что это развод, что это преступно. И поэтому они не хотят платить. Магомед, здравствуйте. Ну, как всегда, у нас все замечательные законы, только указывается то, что их никто не выполняет. Особенно те, кто эти законы и придумывает. Вот если бы того же господину Лексутову и Собянину заставить самих платить, как он, кстати, и обещал в свое время, господин Собянин, я думал, проблем было бы гораздо меньше. И законов дурацких было бы гораздо меньше. Что со стороны Собянина, что со стороны господина Лизулина. Ну, они же могут их не исполнять. А в свое время, я думаю, Собянин отругал вице-перефекта Центрального округа. Потому что с Моносом были выборы. Если бы он не отругал, куча народу за него не стала бы голосовать. Ну, это был одиннадцатый год. Тогда еще о выборах речи-то не было. Тогда была ремарка прокуратуры о том, что это противозаконно. Я думаю, что уже тогда планировались выборы. Ну, вы знаете, я не сторонник нашей оппозиции. Но, тем не менее, я думаю, изначально планировались выборы. Потому что тогда наша оппозиция была особо шумная. Вот тогда она начиналась уметь. Вот. Ну, если бы, господа оппозиционеры, кроме как все разрушить, все убрать, все хоть какую-то программу, толку придумали бы и выдвинули, я думаю, с Собянином ничего не сетило бы. Но наша плюшевая оппозиция умеет только все орать, что давайте уберем и всех уволим. Ну, Магомед, знаете, я вот, например, на своем веку у нас оппозицию встречал только в учебнике истории. Она была довольно заметна с 1917 по 1925 год. Да, да, да. Вот, по-моему, походу она тогда и закончилась у нас. Да, при том, что она тоже была нерезультативна, потому что два главных оппозиционера не смогли найти точки соприкосновения. И поэтому Колчак был сам по себе, а Деникин сам по себе. Если бы Деникин пошел к Колчаку навстречу, они вдвоем решили бы вопрос. Но, к сожалению, Деникин, будучи человеком очень невысокого уровня и уж тем более не политик, великий генерал Деникин, которого сейчас принято любить и считать в свое время выступавшим в коалиции против фашистской Германии, и за что он и похоронен с почестями в Америке, так вот, великий Деникин проиграл свою главную войну, потому что ничего в этом деле не понимал. И, к сожалению, Колчаку не пошел. Ну, я думаю, это, к сожалению, это доля России иметь в оппозиции, ну, извиняюсь, конечно, за выражение, в фильме Муфири, ну, баранов. Ну, иногда у них другие синонимические формы русского языка, потому что у нас есть, например, еще и цирковые артисты и просто очень достойные специалисты по экономике и смежным отраслям. Да-да-да. И эти люди пытаются чему-то нас учить. А самое интересное, у власти стоят точно такие же спортсмены и артисты, которые в этом настолько хорошо разбираются, ну, что мы и видим в нашей замечательной жизни, особенно в Москве. Ну, под словом власть мы подразумеваем несколько разное, потому что реальная власть у нас в таком интересном госоргане, как администрация президента, которая не очень прописана в Конституции, а все-таки мы пытаемся делать вид, что власть каким-то боком касается или исходит из Государственной Думы. Нет, в Палате номер 6 с властью совсем напряженно, это не к ним. Нет, это в Госдуме я даже власти не считаю. Но сам факт того, что даже в администрации президента людей с некупленными дипломами единицы, это очень печально. У нас во власти повторяется история господина Лексутова. Неизвестно, откуда ты являешься, неизвестно, каким уровнем образования и интеллекта. А вы можете, Магомед, что-то предложить? В принципе, да. Предлагаете? Ну, например, взять, грубо говоря, людей с образованием и попросить их к власти. Именно просто по профилю. Магомед, а что помешает этим людям оказаться подонками? Другим же ничего не мешало. А ничего не мешает. Диплом в данном случае не решает абсолютно ничего. Тем более, качество высшего образования у нас падает. Разгром образования у нас идет семимильными шагами. Я думаю, скоро у нас, в принципе, даже читать и писать уже не смогут. Потому что два часа в неделю русского языка в обычной школе, в том числе и московской, это деградация. Ну, вот пока, грубо говоря, у нас хоть кто-то остался, вот этим людям дать возможность что-то изменить. Ну, и, естественно, без помощи нас с вами, людей думающих, у которых в голове хоть что-то еще осталось. Магомед, мы с вами, знаете ли, не проходим по пятому пункту. Мы не по одному пункту не проходим. Мы можем только, получается, к сожалению, воздух сотрясать. Хотя вот с людьми, обреченных полномочиями, нищего уровня, мы еще как-то можем бороться. По крайней мере, у меня получается. Правильно. Хотя я до сих пор в течение уже года и два месяца не могу даже добиться возбуждения уголовного дела по поводу истории Субаро. Ну, тем не менее. Я хотя бы добился, чтобы машину арестовали, которую меня украли. Найдите меня в Фейсбуке, мы с вами по этому поводу, может быть, предпринимем хоть что-нибудь. А по поводу платных парковок, скажите, Магомед, вы платите за них в центре? Или номеров? Как у вас? Мне везет. Я в центре бываю крайне редко. Если бываю, то на служебных машинах. И не приходилось еще платить. Но если даже там подойдут с вопросом оплаты, я думаю, я найду. На референдум пойдете, Магомед? Я не прописан. Я замкадыш. А, понятно. Мы с вами без вас будем разбираться. Только при вашей моральной поддержке. Да. Боюсь, что буду только морально с вами. Спасибо. До завтра. Продолжение следует.